К нашему эфиру присоединяется эксперт по вопросам национальной безопасности Иван Варченко. Здравствуйте. Доброе утро, слава Украине. Героям слава. Героям слава. Доброе утро. Иван, скажите, пожалуйста, вот у нас сюжет был, в принципе, о том, каким образом российская армия обеспечивает российских военных, да, и на примере откровения одного из... Безусловно, это является военным преступником человек, несмотря на то, что, может, он жалеет, да, о том, что он попал на войну, все равно он мог не выполнять преступный приказ и не пересекать границу с Украиной. Но, тем не менее, подобные случаи говорят о какой-то тенденции. Или с этим все сложно, и на одного вот этого Семенова, да, найдется 10 желателей, любителей погасить микрокредит, скажем так, легким способом, и не стоит обращать внимание на какие-то частные истории. Расскажите, пожалуйста, об этом. Ну, мы с вами смотрим не только на частные истории и слышим их очень много. Это одна из них. Мы видим практически ежедневно средства массовой информации на специальных страницах наших спецслужб. Есть информация относительно тех плачущих, общающихся со своими родственниками и военнослужащих, которые жалуются. И мы понимаем, что это масштабное явление. Вместе с тем мы оцениваем и подобную информацию. Мы видим, что делается на российских каналах, на центральных российских каналах. Мы видим, насколько более рациональными и сдержанными в своих словах стали языки главных российских пропагандистов, допускающих уже практически крамельные мысли, допускающих слово «война», допускающих разговоры о потерях, о неуспехах российской армии в Украине. То есть это все части одной тенденции. Но вместе с тем, опять же, оценивая ситуацию, анализ правильный, когда ты черпаешь информацию не только из удобных и сладких для тебя информационных источников, а из тех источников, которые неприятно читать, неприятно слышать. Но вместе с тем они дают часть информации. Понятно, что мы анализируем ситуацию по линии фронта. Понятно, что мы видим, каким образом обеспечивается приток живой силы врага, приток техники. Понятно, что эти цифры, которые мы на отдельных участках можем видеть, измерять, они, конечно же, говорят о том, что на России еще сохранился потенциал мобилизации. Но вместе с тем, как бы Россия не тужилась и не пыжилась, в очередной раз свое уязвленное и больное инфантильным мышлением общества обмануть, в том, что на самом деле санкции – это очень хорошо, это, видите ли, оздоровляет российское общество, что под санкцием экономика только растет, что убитым, семьям убитых становится только лучше, а тем, кто идет на фронт умереть – это вообще самый хороший выбор сейчас в современной России. Хотя в этом, возможно, есть какая-то доля правды, поскольку мы понимаем, что идут представители самых бедных слоев, понимающих, что только такой способ став в очередной раз преступникам международным, они смогут как-то поправить свое домашнее хозяйство. Вместе с тем, опять же, чудесных, если мы рационально смотрим на мир, понимаем, что ничто не появляется ни из чего и не исчезает бесследно, мы понимаем, что бесследно не исчезают все украинские бои на украинском фронте, позволяющие утилизировать сотни тысяч сейчас российских солдат и утилизировать десятки тысяч уже на сегодняшний день российской техники. Это не исчезает бесследно, не исчезает бесследно все-таки информационная политика, которая это сопровождает, и мы понимаем, что в больном разуме коллективного россиянина появляются такие критические мысли, а за что, а зачем, а какие перспективы, если нам обещали, что все перспективы и все самое сладкое, и вишенки на тортике будут уже в короткое время. И, конечно же, мы понимаем, что эти все вещи, они дают свой эффект. Поэтому, как бы ни говорили о том, что мы сильны, как никогда, мы, видите ли, с каждым не установится сильнее, я понимаю, что этот эффект в конце концов проявится, его рационально тяжело объяснить сейчас, нам рационально тяжело оценить потенциал российской мобилизации. Почему? Потому что это очень закрытое тоталитарное общество, оно не дает эту информацию. Но вместе с тем, так же, как закрытое тоталитарное общество, Советский Союз, упало быстро, колос на глиняных ногах и ссокшееся с середины, так же и российское современное общество упадет очень быстро. Оно не будет гнуться, оно разрушится очень-очень быстро. Поэтому, где закончится этот потенциал, где подкосится та тонкая ниточка, держащая сейчас еще в более-менее порядке этот российский строй, это вопрос времени, я надеюсь, что относительно короткого времени. Иван, вот еще хочется на эту тему у вас вот что спросить. Пришла на ум такая историческая параллель, как вот те самые известные самовары, люди без конечностей после Второй мировой войны, с которыми Советский Союз поступил достаточно жестоко. Как вы считаете, будет ли похожая практика к сегодняшним людям, если их можно назвать людьми, которые пришли в Украину на войну, потеряли конечности, остались без денег и стали, может быть, потенциальной проблемой для Российской Федерации? Будут ли репрессии и для того ли, наверное, ГУЛАГ уже собираются восстановить там? Да нет, ГУЛАГ не для этого точно, потому что это тема, которая еще только зреет в умах особо одаренных российских стратегов социальной мысли. Но вот ГУЛАГ точно желаем для тех, опять же, российских приспешников с клики тоталитарного режима, которые понимают, что настроения, неудовольствия растут. И которые понимают, опять же, в стандартах вчерашнего и позавчерашнего дня, в российских стандартах вчерашнего и позавчерашнего дня, что оппозиционера нужно уничтожить. То есть того, кто думает иначе, инакомыслящих нужно уничтожить, поскольку нет человека, нет проблемы. Шикарное изречение прокурора Андрея Януаревича Вышинского, в России тоталитарной, который сопровождал все процессы, большинство процессов над политическими оппозиционерами и даже не оппозиционерами, а теми, кого политическая система хотела назвать оппозиционерами, убрать из политической жизни страны, то их можно цитировать и цитировать. И, конечно же, к этому тяготеет примитивизированное, инфантилизированное российское общество. к тому, что если есть проблема, нужно закрыть глаза, нужно обмануть, что ее нет. Ну и, в конце концов, нужно, конечно же, силовую тоталитарную систему, систему принуждения сориентировать на то, чтобы уничтожить носителей этих проблем. А носителей все больше и больше. И, конечно же, прибегают к тому, что современных тюрем не хватает, поэтому ГУЛАГ нужен. А там уже фантазия, конечно же, основанная на историческом процессе, уже буяет, и они уже мыслят о том, что ГУЛАГ поможет восстановить экономику, производство и все остальное, как это казалось им было в Советском Союзе. Тогда, казалось бы, бесплатная рабочая сила давала какой-то валовый продукт. А то, что касается самоваров, извините, да, вот здесь, то, что касается самоваров, конечно же, эти самовары будут тяжестью для российского общества. И общество, которое рассматривает всю свою жизнь, практически всегда и без исключения, рассматривает свою жизнь вне ценностей морали, вне ценностей, взаимопомощи, сочувствия и всего остального, конечно же, опять найдет легкое решение. Я уверен, что эти легкие решения могут быть еще легче, чем баржа, затопленная где-то в Баренцевом море, как это было после фронтовой войны самовары. Ну, да, вот, знаете, как очень любят использовать слоган «можем повторить», да, и все сделать как раньше, то вот хотел просто напомнить аудитории про действительно лагерь для так называемых самоваров, то есть людей, фронтовиков с инвалидностью Второй мировой войны. Но в России не будет такого шанса. Да, назывался он «Валаам», находился на северной части Ладожского озера, куда как раз свозили всех нежелательных элементов для того, чтобы они не портили общую атмосферу и, так сказать, не задавали вопросы, а почему мы теперь не имеем рук и ног. Ну, да, давайте о другом поговорим еще. Тоже этот вопрос касается национальной безопасности, безусловно. «Нью-Йорк Таймс» сообщает о том, что политики в Германии из-за возможности возвращения на пост президента США Дональда Трампа начали неофициальное обсуждение перспектив НАТО без Соединенных Штатов Америки. Напомню, что Трамп не раз говорил, что США слишком усердно и слишком много участвуют как раз и бюджетно, и политически в жизни Североатлантического альянса. Германия является вторым вкладчиком в НАТО и по мощностям, и по экономическому влиянию. Что вы думаете о подобном сценарии? Где здесь, не знаю, популизм, где здесь реалистичность? Возможно ли, чтобы НАТО существовало без США в будущем? Я не буду говорить, где здесь популизм и какими именно руководствуются какими именно меркуваниями. Соображениями. Да, соображениями относительно своей поточной деятельности немецкой политики, которые сейчас говорят о том, что НАТО следует рассматривать. Здесь я вижу рационализм, совершенный рационализм, исходящий из предыдущей политики Трампа, предсказуемой политики. Трамп, напомню, во время первого своего срока президентства в Соединенных Штатах поддавал большой критике коллективные системы. И здесь не только коллективные системы безопасности, которые являются НАТО и ОБСЕ, например, а и коллективные системы, такие как ООН, такие как Международный Олимпийский комитет и даже ЮНЕСКО. Организация, которая, не говоря о МАГАТЭ, ЮНЕСКО, которая занимается вопросами культуры. Он не только обращал внимание, он не только говорил о том, что эти там организации критиковался по каким-то параметрам, а и говорил о том, что Соединенные Штаты должны прекратить финансирование таких организаций или прекратить финансирование в той мере, в которой было. То есть при Трампе Соединенные Штаты готовы отказаться от государства, от статуса и понимания себя как государства, от позиции, от поведения. Государство, устанавливающее правила, устанавливающее ценности, работающее над тем, чтобы эти правила соблюдались. И, конечно же, эта история вполне может повториться, поэтому здесь рациональная позиция. Да, Соединенные Штаты могут отказаться от части своего финансирования сейчас такой международной институции по вопросам безопасности, как НАТО. И Трампи дальше, скорее всего, исходя из своей предыдущей биографии, будет разрушителем таких систем. Поэтому, конечно же, нужно готовиться заранее, нужно готовить бюджеты, к этому нужно готовить общество, к тому, что придется брать на свои плечи значительную часть по обеспечению безопасности в Евроатлантическом регионе и, в принципе, МИИ. Но в таком случае мы говорим, конечно же, в теории, потому что еще не было ни в выборах в Соединенных Штатах Америки, мы не знаем, кто будет следующим президентом и как действительно ситуация может повернуться. Но если все же рассматривать такой сценарий, может ли Украина рассчитывать на то, что со Штатами будет отдельная договоренность и мы все равно будем продолжать получать помощь от США, но уже, скажем, как от государства, которое, например, не в Альянсе? Если Трамп, лично Дональд Трамп, гражданин Соединенных Штатов Америки, станет тем гражданином на посту президента Соединенных Штатов Америки, который выбросит белую тряпку перед Россией, то эта белая тряпка распространится и на каждого гражданина Соединенных Штатов. Когда-то гордого представителя, если мы прогнозируем завтрашний день, гордого представителя страны, устанавливающей ценности, прежде всего ценности, и говорящей о ценности, придерживающихся этой ценности, я совершенно уверен, что 330-миллионное население Соединенных Штатов Америки, граждане Соединенных Штатов Америки точно не допустят такого позора и не дадут отдельному гражданину выбросить белую тряпку перед российской угрозой. Да, ну что ж, раз вариант у нас есть, знаете, как бы ожидать того, что произойдет в Соединенных Штатах Америки, то хорошо, что у нас, знаете, есть некая диверсификация. Вот мы наблюдаем, что Канада нам собирается ракеты передавать, в том числе Германия сейчас увеличила помощь. Военный фонд Жозеп Боррель инициировал создать 50 миллиардов евро мы должны получать в течение нескольких лет от Европы. Вот такие реальности имеем с ними дело. Спасибо вам, Иван, за участие в эфире. Иван Варченко, эксперт по вопросу национальной безопасности, был в эфире телеканала Freedom. Спасибо большое. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.